Добрый день, Александр Белов Эволюция, которой никогда не было По следам одной несостоявшейся теории Может ли внешняя среда и борьба с ней заставить организм эволюционировать в лучшую сторону? Вот вопрос, что мы имеем? Мы имеем то, от чего мы не имеем Ну вот, Северцев разработал теорию, будучи на западе, о типах эволюционного процесса Выделило направление эволюции Ароморфоз и диаптация, общая дегенерация Ароморфоз, ну это что такое? Это как бы, ну вот, организм повышает уровень своей организации, так скажем Ну, например, четырехкамерное сердце Малый большой круг кровообращения появляется Появляется, так думал Северцев у животных Ну и в конце концов, нервные узлы объединяются в ганглии И, в общем, образуется, так сказать, нервная сеть и так далее Ароморфозы это приспособительные изменения И они повышают по Северцу общую энергию жизнедеятельности Ну а Шмальгаузен, это уже наш соотечественник То есть он тоже Северцев наш и Шмальгаузен наш Но Шмальгаузен ближе к нам, как говорится, отец родной, как говорится, для эволюционистов Вот он в своей книге «Ароморфозы», говорит, дает возможность использования новых ресурсов среды Но где логическая ошибка? Возникает вопрос Вот классическая схема, изображающая ароморфозы Такой вот плавной горки, подъем-подъем Да, и о деадаптации То есть вот эти, как бы такие небольшие, так сказать, перебежками, кустами Ушел к Котовскому И в эволюцию, как говорится, ушел И дегенерация Вниз спустился и съехал, как говорится Схема построена на вере в созидающую силу эволюции Без проверки фактами Ну и, понятное дело, под эволюцией понимается, в общем-то, все И появление новых структур органов, то бишь ароморфоз И частное улучшение строения и деадаптации И упрощение строения и деградация Дегенерация, а не деградация Ну вот это все эволюция Большая, большая, маленькая эволюция Под эволюцией, как говорится, их утрата И, в общем-то, вроде бы, как говорится, и противоположность А тоже эволюция Все хорошо Северцев принял эволюцию Усложнение сложных организмов от рыб Это где логическая ошибка Для человека, как непреложную истину Аксиому Ну и что такое аксиома? Исходное положение научной теории Принимаемое без доказательства Ну, в общем-то, представить эволюцию нетрудно Благо, что все звенья умозрительной цепочки восхождения Остались и питаются, и живут И, как говорится, рядом с нами Рыба существует, обезьяны, земноводные Дарвин начал тоже с животных Но почему... вот вопрос Почему он начал с животных? У него уже была вера в то, что древние животные и будущие люди А мы знаем, что дед Дарвин Эразм Дарвин написал книгу «Храм природы», где в поэтической форме воспел эволюцию Уже воспел эволюцию И Дарвину осталось только найти, подобрать, как говорится, научные объяснения воспетому Как говорится, семейный клан в действии Животные размножаются бесконтрольно В общем-то, между размножающимися животными вспыхивают баталии Наибольшее количество потомков остается у тех Ну, это вот в моем изложении Кто успешно все их сражается за жизнь А у человека, как говорится, ничего не говорится вообще Предполагается, что он бывшее животное Почему предполагается, тоже не говорится Любой вид растений и животных природы стремится к размножению Считал Дарвин, ссылаясь на Мальдуса И поэтому борьба приходится Борьба в природе Борьба существования Выживают, оставляют потомство особи Обладающие комплексом признаков Как говорится, которые позволяют им конкурировать успешно друг с другом И движущей силой изменения видов Является естественный отбор Если бы мы стали осматривать вопрос о происхождении живых существ человека То, понятное дело, вывод бы был другим, дорогие друзья Мораль и этика сдерживают проявление животного начала в человеке Это тоже надо понимать В общем-то, то есть, если с другой стороны А вот по Дарвину Борьба существования Оно делится внутри видовую борьбу Борьбу с неблагоприятными условиями среды И нежвидовую борьбу Как говорится, у верблюда два горьба Вернее, борьба Поэтому жизнь борьба В общем, так думал Дарвин Вот это внутри видовая борьба Самая напряженная и суровая Думал Дарвин Ведь у особи одного вида Одинаковые потребности в пище Территории и других условиях существования Особенно острая конкуренция между самцами одного вида В период размножения Острая конкуренция Дарвин о борьбе существования Он пишет Я должен предупредить Предупредить он должен Что применяю этот термин в широком метамо-метамо-форфическом смысле Включая зависимость одного существа от другого А также включая не только жизнь одной особи Но и успех ее выставления после себя Потомства Потомство, дорогие друзья Жизнь, в общем, без потомства Это не жизнь Борьба за жизнь без разума Это как бы делаем вы Альтернативный вывод Может создать новые формы организации Преобразованные из старых Однако Борьба за жизнь не может создавать Принципиально новые уровни организации И превратить животных в человека Каким бы они ни были Эти животные Обезьянами Или зебрами Борьба за жизнь может превратить бывшего человека в животных Благодаря адаптациям и приспособлениям к определенному образу жизни Дорогие друзья В общем-то, когда ты уже, как говорится, без разума То тело твое, как говорится, начинает приспосабливаться к тому образу жизни Который ты ведешь И, в общем-то, борьба за жизнь не создает новые, более высокие уровни организации Она приспосабливает уже имеющиеся организмы бывших разумных существ К жизни без разума И к условиям среды обитания Вот такие, дорогие друзья Борьба за существование как причина естественного отбора С аутонной точки зрения Важна не то, кто из организмов выжил А тот, кто оставил больше потомков Как говорится, некоторые виды оставляют много потомства И колоссальной плодовитости Вспомнил он рыбу, у которой миллионы и сотни миллионов, как говорится, даже потомков Но выживает один, или два, или три, или десять Возникновение термина естественного отбора Это важно, связано с предположением Дарвина Что в дикой природе существует селекция Которую он назвал искусственным отбором В дикой природе он, так сказать, назвал возникновение, связанное предположением Дарвина Что в дикой природе существует селекция, которую он назвал искусственным отбором у человека Это, как говорится, а в природе естественным отбором он назвал Ну и, в общем-то, я без всякой теории собирал Вот он пишет, говорил, писал, вернее, в огромном количестве фактов В общем-то, первые заметки книга, в особенности факты, касающиеся прирученных пород И прибегал к этому, так сказать, беседам с опытными садовниками, заводчиками Много читал Я скоро заметил, что секрет всех успехов человека в выращивании пород полезных растений и животных является отбор Заметил Дарвин Дарвин переименовал старый метод селекционеров, который он называли подбором Логично ли поступил Дарвин? Вот вопрос Логичные или нелогичные методы он использовал в своих рассуждениях? Это большой вопрос В общем-то, он распространил селекцию производимого человека для своих материальных нужд человек производит Или там для всякого удовольствия, например, шавочек разводит В общем-то, как говорится, он назвал это, переложил это, назвал это селекцией, этот подбор, как говорится В принципе, особей одного помета, в общем-то, с определенными признаками Он назвал это искусственным, вернее, искусственным отбором И потом уже по аналогии с этим и появился и естественный отбор Ну вот упряжка из зебр, как сила придуманного Дарвином естественного отбора Предположим, что некое существо Это вот как история этого термина и вообще история его открытия Предположим теперь, что некое существо, одаренное проницательностью, пишет он в собрании сочинений Не в собрании сочинений, а в очерке 1844 года, который находится Этот очерк находился и был издан в собрании сочинений 1839 года В общем-то, он есть там, этот очерк И вот предположим теперь, что некое существо, одаренное проницательностью Что это за существо? О чем пишет Дарвин? И предвидением, простирающимся на будущие века На будущие века существо Что это такое? Что это за теология? Простирающаяся на будущие века Сохранила бы с безошибочной заботливостью Отбирала бы для какой-нибудь цели потомства организма Предполагая, что у этого существа несравненно больше предвидения И настойчивость преследования целей, чем у человека Можно думать, что красота и сложность приспособлений новых рас Будут гораздо больше, чем домашних рас, созданных человеком Вот так пишет Дарвин, страница 133-134-139 год Собрание сочинений Том 3 Дети, видя, что слепой, непостоянный человек Мог действительно достичь при помощи отбора На протяжении всего нескольких тысячелетий Надо обладать большой смелостью Чтобы поставить определенные границы тому Чтобы это гипотетическое существо Могло бы произвести в течение целых геологических периодов В соответствии с планом По которому эта вселенная, по-видимому, управляется Творцом Это пишет Дарвин Рассмотрим, не существуют ли еще какие-нибудь вторичные способы В экономике природы Дарвин, собрание сочинений Москва-Ленинград, 1339 год Том 3 Очерк 1844 года Страница 135 О чем это он? Дарвин пишет О каком Творце, о какой вселенной, которая управляется Творцом О каком существе, которое управляет естественным отбором После того, как Дарвину указали его друзья на недопустимость Использование рассуждения о бестелесном существе в научной литературе Он заменил, как говорится, пошел на попятную Заменил бестелесное существо на нейтральное слово с природой Которое продолжал писать с большой буквы Не мог отказаться Человек может влиять на только наружные видимые признаки Природа, пишет он Заботится о внешних признаках И только в той степени Ради пользы охраняемого организма Какие они полезны какому-нибудь существу Человек отбирает ради своей пользы природа Только ради пользы охраняемого организма Вот так вот Как жалки полученные им человеком результаты В сравнении с теми, что накопила природа На протяжении целых геологических периодов Природа, в общем-то, и существо накапливает, как говорится, признаки В общем, это очень даже любопытно В течение геологических периодов Страница 91-92 Происхождение видов путем естественного отбора Да Таким образом была создана религиозная эволюционная модель Это делаем мы вывод Где обрестляемой природе То бишь творцу было уготовано место главного Селекционера земли На протяжении всей ее истории Дорогие друзья От рыб до человека Творец пествовал и выбраковывал неприспособленных А приспособленных пествовал А неприспособленных выбраковывал И делал это ежечасно, ежесекундно Расследуя, как пишет, в общем-то, Дарвин в своей книге Эти случаи каждодневного, как говорится, занятия животными своими делами Ну и растениями тоже Вот так вот Да, в общем, что отбору естественному Только делать нечего естественно Далее естественный отбор рассматривается уже сам по себе Ну, в общем, как вам вывод, дорогие друзья? В общем-то, вывод да Далее естественный отбор рассматривается сам по себе Как истинно не требующий доказательств Аксиома Естественный отбор уже пишется Дарвином с большой буквы Вместо слов природа и существо Он подается уже как причина всего И так же, как и следствие Отбор начался Глагольный существительный отбор английское Оно становится как бы В общем-то В общем, само начало, само и конец всему Как говорится Естественный отбор, направляющий сила эволюции Сам термин эволюционный, так сказать, является Эвфемизмом незримого творца природы Чтобы, так сказать, не оскорблять в суе творца Действующий в течение целых геологических период Эволюционный эвфемизм Да, дорогие друзья Естественный отбор уже пишут Направляющий последователи Направляющий фактор эволюции Адаптация, дивергенция То есть расхождение Все вилочки нам показывают Постепенное расхождение групп особей По отдельным признакам И образование новых видов дивергенции Но если рассматривать биосферу Земли Как открытую систему Что не делал Дарвин А он рассматривал ее как закрытую систему То возникает вопрос О важной роли конвенгерции Сближения Сближения признаков А не только дивергенции Расхождение признаков Именно конвенгерции объясняются Сходные ископаемые современные формы животных Осваивающих одну и ту же среду обитания Все они потомки разных популяций людей Появляющихся на планете В разное время, дорогие друзья Это я вношу, как говорится Свои пять копеек В эту эволюционную катавасию Конвенгерции на основе гомологических рядов и генов Параллелизм Пишут, в общем-то, эволюционисты Вот эти параллельные формы Форма тюленя Котика-моржа Параллелизм Форм сумчатых и плацентарных млекопитающих Это хорошо известно А что не хорошо известно Они хорошо известны С той скопаемой формы Которые были И предками считаются современных Они конвенгерно возникли От параллельно существующих Вернее, вселявшихся в биосферу Земли Человеческих существ По мере их деградации Дорогие друзья Это касается, конечно, позвоночных Ну вот, пришла новая эра Наступил новый день Синтетической теории эволюции Взяла права Термин «стэ» берет название Такой английский эволюционист Сороковых годов Двадцатого века В общем, объединил генетику и экологию Классический дарвинизм В общем, наши тоже не отстали Четверяков создатель Популяционной генетики Пишут они В общем-то Он доказал Пишут они, что природные популяции Чрезвычайно насыщены Разнообразными мелкими Репрессивными, рецессивными Ну, то есть Невыраженными Ну, в альтернативу Доминантными, недоминантными Невыраженными мутациями В первых поколениях И, в общем-то Так было создано Новая теория эволюции Синтетическая теория эволюции Материал для эволюции Это, в общем-то Альфа и Омега Современной науки Дорогие друзья Этот катехизис По Дарвину И по синтезу Как говорится По мутациям А, в общем-то Материал для эволюции Мутация Движущий фактор эволюции Естественный отбор В общем-то Основу вида образования Дивергенция Вот так вот Простенько Со вкусом Рассуждаются Эволюционные Современные эволюционисты Генетики В общем-то Присоединились С полной радостью Ну и вот Мутанты 23 век В общем-то Это фото со съемок Как говорится Генетики Превратили Генетические мутации Людей В хорошо раскрученный Тренд Хорошо Вписавшись В теорию эволюции Голливуд активно Осваивает Тему мутантов Основываясь Не просто На каких-то Домыслах А на научно Проверенных Теориях В общем-то Основывается он На синтетической Теории эволюции Ну и вот Еще один Аспект О котором надо Поговорить Теорию Не любит Говорить эволюционист Истиснет Бор И борьба Существования Это неизбежные Универсальные условия Социальной жизни Ульям Грэм Самнер Вжил Так сказать 1840-1910 год В общем-то Жизнь индивида Общества Состоит в процессе Развития Приспособления Улетворения Интересов Каждый интерес Стремится В общем Абсолютном И ищет Улетворение За счет Остальных Интересов Как говорится Отсюда Всеобщий Конфликт Интересов Странно Все это Существует Пять категорий Интересов Здоровье Богатство Знание Красота И справедливость И все За счет Других Уже вторит Ему другой Как говорится Эволюционист Смоу Дарвин Предостерегал Своих Последователей Относительно Совершения Ошибки Которые Он кажется Однажды Сделал Сам Переоценивая Узкое Значение Этого Термина Пишет Уже Наш Незабываемый Петр Кропоткин В своей Незабываемой Книге Взаимная Помощь Как фактор Революции Санкт-Петербург Товарищество Знание 1907 Год Кропоткин Конечно Был революционером Мы с вами Понимаем В общем-то Он был За правду В общем В работе Происхождение Человека И половой Отбор Писал Кропоткин Дарвин Написал Некоторые Сильные Страницы Чтобы Листировать Широкий Смысл Этого Термина В общем-то Писал Кропоткин И вот эти Так сказать Как говорится Сильные Страницы Широкого Смысла Этого Термина Человек Подобно Всякому Другому Животному Очевидно Поднялся До своего Настоящего Уровня Путем Борьбы Существования Проистекающего С быстрого Размножения Если ему Суждено Подвигнуться Еще Далее То ему Необходимо Оставаться Под влиянием Жестокой Борьбы Отсюда Естественная Быстрота С которой Человек Размножается Несмотря на то Что она ведет К разнородному И очевидному Злу Не должна Не должна Быть значительно Уменьшаема Какими-либо Иными Способами В общем-то Не должна Чарльз Дарвин Происхождение Человека Половой Борь Книга Дуа Москва Тера Книжный Клуб 2009 год Страница 273-274 И далее Для человека Должна Существовать Открытая Конкуренция Закон Закон И обычаи Должны Мешать Не Должны Мешать Наиболее Способным Иметь Решительный Успех В жизни И оставлять Наибольшее Число Потомков Чарльз Дарвин Происхождение Человека Половой Отбор Книга Два Тера Книжный Клуб 2009 Страница 274 Ну и пишет В Википедии Так скромненько В работе Происхождение Человека И Половой Отбор В 1871 году Дарвин Описал Как достижения В области Медицины Означали Что более Слабые Люди Теперь Могут Выжить И иметь Потомство Сокрушался Дарвин Да 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 Итак Дорогие Друзья В чем Логическая Ошибка Дарвина В отношении Государства И человека В общем Сильные Страницы Сильные Страницы Дорогие Друзья Прав Кропоткин Прав Революционер Кропоткин Дорогие Друзья В общем То Сильно Сказано Дарвином Видимо Думал Не одну Ночь В общем То Чтобы так Сказать И так В общем Что мы имеем Дорогие Друзья А мы имеем То что Так сказать Имеем И в общем То в чем Логическая Ошибка Дарвин Дарвин Считает Что Наиболее Хорошо Устроен Испешные В жизни Люди На самом деле Наилучшие Им Надо Больше Размножаться А не Успешным Бедным Надо Размножаться Гораздо Меньше На самом деле Успешность Или не Успешность В жизни Зависит Конечно От многих Причин Не От Естественного Или Искусственного Отбора Но Это Дарвин И не Интересует Совсем Однако, похоже, Дарвин и не верит во всякий разный, так сказать, первоначальный выбор души для будущего рождения, кем родился, там и пригодился. В Индии такая позиция, конечно, могла бы вызвать лишь улыбку, к сожалению. Ну и слава богу, а может к счастью, а может быть и очень даже плохо, Дарвин не знаком с индийскими учениями о реинкарнации. В шестой главе книги «Происхождение человека» Дарвин пишет, в общем-то, и половой отбор. В недалеком будущем, возможно, уже через несколько сотен лет цивилизованные расы целиком вытеснят и уничтожат все варварские расы в мире. Тот, кто видел дикаря, далее пишет Дарвин на родине, не будет стыдиться признаться, что в его жилах течет кровь какого-нибудь низкого существа с маленькой буквы. Что касается меня, то без Дарвина я бы скорее желал бы потомкам маленькой храброй обезьянки, которая не побоялась броситься на страшного врага, в общем-то и так далее, чем быть потомком дикаря, который там убивает своих детей, мучает своих этих жен, который не знает никакого стыда и предается грубейшим суевериям. Чайз, Дарвин, происхождение человека, половой отбор, книга 2, Москва, Терекник, 2009-й, страница 274, действительно сильные страницы. И вот еще сильная страница, в общем, уже двоюродный брат Дарвина, по их общему деду Эразму Дарвина, зачинателю, поэту, как говорится, в общем, написавшему книгу храм, в общем, природы, в стихах воспевшего эволюцию. Другая из социальных интерпретаций, известна как Евгеника. В общем-то, этот кузен Дарвинов, в общем-то, т-т-т-т-т, гениальность и талант тоже наследуются. Гальтон утверждал, что социальные нравы должны измениться так, чтобы наследственность была сознательным решением, чтобы избежать сверхразмножения менее приспособленных членов общества по сравнению с размножением более приспособленных. Но, конечно, Гальтон и Дарвин будут решать, кто более приспособлен, а кто менее. С точки зрения Гальтона, социальные институты, такие как благотворительность, психиатрические больницы в демократическом обществе, позволяют худшим людям выживать и размножаться быстрее представителей элит. И если не исправить эту досадную ошибку, оплошность, то общество скоро будет наводнено худшими людьми в Гальтон. Евгеника разделяется на положительную, это уже типа справки, на положительную и отрицательную. Положительная способствует усиленному размножению успешных особей, а отрицательная Евгеника стремится устранить из размножения тех, кого считают отрицательными индивидами, неуспешными носителями порока, больных и так далее. Ну, тут здесь хорошо, растерилизация, там всякая, так сказать, и все, и не будем всякую гадость вспоминать, как говорится, на ночь глядя. Социальный дарвинизм, вот что это такое, вот чем это заканчивается, и с чего все началось. В общем-то, это в Википедии нам дает очень хороший обзор. Чарльз Дарвин распространяет социальный дарвинизм, социологическая теория, согласно которой закономерности, естественно, отбора и борьбы за существование, выявленные Чарльзом Дарвина в природе, выявленные в природе, распространяются на отношения человека в обществе. Странно, как-то он выявил их в природе, когда, в общем-то, не выявлял, а только, так сказать, занимался английскими селекционерами. Социал-дарвинизм пользуется особой популярностью с конца XIX века до окончания Второй мировой войны. Странно, а сейчас нет у нас, оказывается, социал-дарвинизма. Элементы социал-дарвинизмской теории используются различными консервативными движениями, сторонниками, милитаризма, например. Своих крайних проявлениях социал-дарвинизма служат основаниями гений и расизма. Расцеплохо, социал-дарвинисты в своих учениях часто используют мальтузианство и так далее, в общем-то. Также положение в генике для обоснования превосходства наследственных свойств господствующих классов групп и рас. Вот так вот, дорогие друзья. И, в общем, предшественникам идеалов и идей социал-дарвинизма считают Томаса Мальтуса, в общем-то. Книгу, которую опыт закона народонаселения читал Дарвин. В этом труде Мальтус утверждал, что в будущем человечество неизбежно столкнется с проблемой нехватки продовольствия, вызванной перенаселением. В общем, боливар не выдержит двоих. Наша земля, как говорится, всех не прокормит. В результате чего бедное население планеты вымрет от голода, а богатые, то есть самые приспособленные, выживут. То есть случится мальтузианская ловушка. Вот бы и радоваться, как говорится. Так чего же беспокоиться? Публикация бестселлера, ну это уже другой, как говорится. В общем-то, рьяный поклонник Дарвина Эрнст Гекель. В общем-то, публикация бестселлера «Загадка вселенной» Гекеля принесла, как говорится, известность социальному дарвинизму в 1899 году. В общем, идеи расовой гигиены широко распространились среди, так сказать, аристократии западных стран. Теория Гекеля была, ну это пишут в Википедии, не дарвинизмом, а скорее попыткой объединить идеи Гёте, Ламарка и Дарвина. Эти идеи Гекеля были приняты подавляющими, появляющимися общественными науками, чтобы поддержать идею, что все неевропейские общества были примитивными, и находясь на настоящей, вернее, на начальной стадии развития, на пути к европейскому идеалу. Ну, это так пишет, в общем-то, Википедия, довольно обтекаемая. Ну и вот два слова немножко, как говорится, об эмбриальном развитии. Эрнст Гекель заодно, в общем-то, нарисовал эмбрионы, как говорится, после публикации Гекелем книги, естественно, «История творения» в 1868 году, его открытие официально призвано фальсификацией ученым советом университета города Гена. Вот верхний ряд – это рисунки Гекеля, доказывающие эмбриональное сходство позвоночных животных и человека, а снизу фото этих эмбрионов. Ну и что интересно делают действительно эти эмбрионы, дорогие друзья, в учебниках по эволюции до сего времени встречаются, хотя уже прошло много-много лет. Это загадка, на которой, в общем-то, нет, наука не знает ответа. Ну и вот, как говорится, коммунисты, наши родные коммунисты, в общем-то, Маркс и Энгельс, кто не знает, как говорится, подвели студента к двум, как говорится, скелетам. И говорят, кто это, назови антрополога. Он долго думал, а потом сказал, неужели Маркс и Энгельс в своих воспоминаниях липнет, свидетельствовал, что, ознакомившись с работой Дарвина, Маркс прыгал до потолка, в общем-то, рвал на себе бороду, его друзья целыми месяцами не говорили ни о чем, а говорили только о Дарвине, о революционной силе его научных открытий. В речи на могиле усопшего Маркса Энгельс сравнил своего покойного друга именно с Дарвина. Подобно тому, как Дарвин открыл законы развития органического мира, Маркс открыл законы развития человеческой истории, говорил он. В общем-то, оценили по достоинству, ну, как говорится, с оговорками. Оговорки такие, борьба за существование, Маркс характеризует как совершенное ребячество. В общем-то, одностороннюю формулу борьба за существование. Ну, как говорится, пожурил, но не сильно. Менее через три недели после выхода в свет книги происхождения Энгельса, Энгельс писал Марксу, что Дарвин превосходен, он чудесен, он изумительно свеж. До сих пор не было такой грандиозной попытки доказать историческое развитие в природе. Да еще с такими полосальным успехом, в свою очередь, Маркс в письме Энгельсу охарактеризовал труд Дарвина как естественную историческую основу для наших взглядов. Для наших, наших, в смысле, коммунистических взглядов. Несколько позже он высказался аналогичным образом и в письме колоссалю. Несмотря на все недостатки, здесь впервые не только нанесен смертельный удар, сказал Маркс сквозь бороду, телеологии, сказал Маркс, телеологии, наверное, через бороду, через усы, в усы, так. Вот телеологии в естествознании, ну, я имею в виду, так сказать, бога всякой логии, естествознании, но эмпирически объяснен ее рациональный смысл. В общем, оценили, как говорится, по достоинству удар телеологии. При всей положительной оценке учения Дарвина, ну, это некоторая критика. В целом, основоположники марксизма не восприняли его драматически, находили некоторые положения ошибочными. Ну, это пишут, видимо, коммунисты. К их числу относили, например, некритическое перенесение Дарвину в естественное положение Купса. Войне против всех. И надуманная теория народонаселения Мальтуса. Ошибка Дарвина, писал Энгель, заключается именно в том, что он в своем естественном отборе и выживании наиболее приспособленных, это книга такая, смешивает две совершенно разные вещи. Оказывается, существует отбор под давлением перенаселения, где наисильнейшие, может быть, выживают в первую очередь, но могут оказаться вместе, это тоже через бороду, говорил Энгельс, вернее, писал, но через бороду, но могут остаться вместе с тем и на слабейшими в некоторых отношениях. А второй отбор, благодаря большей способности приспособления к изменяющимся обстоятельствам, где выживают индивиды, лучше приспособленные к этим обстоятельствам, но где эти приспособления, может быть, в целом, как прогрессом, так и регрессом. Например, приспособление к паразитической жизни, в общем-то, разве это есть прогресс? Это регресс, заключает Энгельс, несколько по часа в бороду. В общем, кто такой Томас Гоббс, на которого ссылаются, как говорится, Маркс и Энгельс? Это, оказывается, английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета. Гоббс создал первую законно законченную, как говорится, систему механистического материализма. Ну и вот его книга «Левиафан» «Левиафан» или «Материя и форма власть государства церковного и гражданского сочинения» английского философа, посвященного проблемам государства. Ну кто такой Левиафан? Имя библейского чудовища, изображенного как сила природы, принимая принижающие и подавляющие сверху человека. И Гоббс, в общем-то, использует этот образ для описания могущественного государства, смертного бога. Ну, в общем-то, хватил, как говорится, в свой XVIII век неслабо. При создании теории возникновения государства, Гоббс отталкивается от постулата естественного состояния людей «Война против всех». И еще развивает идею «человек человеку волк» по латыни. Государству, как говорится, а мы думали, что это нас придумали. На самом деле тамбовский волк тебе, товарищ. Государству, союзу людей, в котором более одного государства является обязательным для всех, передается задача регулирования отношений между волками. То бишь, в общем, все волки должны регулироваться государством. Согласно Томасу и Тамбовский тоже. Тамбовский, в первую очередь, регуляция из центра. В общем, я этого не говорил, дорогие друзья. Согласно Томасу, Гоббсу, человеческая жизнь, в общем-то, опасна, жестока, короткая, без политической власти. Без нее мы жили, в общем-то, в естественном состоянии, где у каждого есть неограниченные естественные свободы, включая право на все, просто на все. И, соответственно, свободу, в общем-то, вредить всем. Тоже такая свобода прямо, вот вредить всем, кто угрожает нашей собственной жизни. И просто так, из-за того, что мы хотим, вот так вот вредить, была бы бесконечная война всех против всех. Чтобы избежать их, свободные люди собрались у костерка и установили политическое общество, то есть, так сказать, гражданское общество, через общественный договор договорились, плюнули, скрепили, как говорится, печатью, как говорится, кровавой, в котором каждый получает выгоду от гражданских прав. Может быть, и жертву кого-то привезли, как говорится, привели, в которой каждый получает выгоду от гражданских прав взамен подчинению гражданскому кодексу или политической власти ну и вот судьба этой книги Левиафан в свое время был запрещен в Англии в частности книга была включена в судебное решение постановления Оксфордского университета в созыве от 21 июня 1683 года против некоторых пагубных книг и подлежало сожжение и торжественно была сожжена на площади в 1868 году, это уже после триумфа Дарвина можно сказать на русский язык Левиафан переведен Серафимом Автократовым в этом же году книга была издана тиражом 600 экземпляров 22 июля 1868 года на эту книгу был наложен арест а против издателя возбуждено судебное преследование 20 февраля 1874 года решением Синода и по распоряжению министра внутренних дел Плеве тираж Левиафана на русском языке был уничтожен, видимо так сказать, растоптан копытами лошадей в общем-то главное отличие теории общественного договора Гоббсу и Руссо в общем, вот видите, как нас далеко заводит весь этот дарвинизм основа государственного состояния по Гоббсу марксизм тоже в общем, война против всех но человек существо разумное поэтому общие правила это описание разума есть поиск мира и следование ему в общем-то и в общем-то эти люди стремятся договориться и создать государство это все логично и разумно у Руссо, как говорится, как Маяковский говорил Жак-Жак Руссо быстрее поворачивай жизни колесо а кто-то написал, как говорится, какой-то менее пролетарский поэт Жак-Жак Руссель поворачивай жизни карусель и вот Маяковский написал, что Жак-Жак Руссо, а не Руссель и карусель, а не карусо ну в общем, вы поняли в общем, поэзия, как говорится, не стезя Моя, но, в общем-то, основа до государственного состояния по Руссо, институт частной собственности, который привел к распределению общества на бедных и богатых и к борьбе за основу противоположных интересов В общем, вот общественный договор Руссо и общественный договор игральная карта Поиграем в карты, как говорится Но отсюда и политическая философия, учение государства Государству необходимость тут, в общем-то, подавления В общем, государство, всякое государство, есть аппарат насилия, обеспечивающий политическую власть Когда, так сказать, надо диктатуру пролетариата По мере построения коммунистического общества вместе с отмиранием класса будет отмирать и государство В и Ленин Ну и, в общем-то, Лев Троцкий тоже прикоснулся к этой сокровищнице мировой культуры и человеческой мысли И, в общем, там, где человеческая мысль бьется головой об стену Лев Троцкий писал свои проблемы к культуре Глава 4-й Дарвинизм и марксизм Он писал многое Он писал Товарищи, огромное значение естествознания в Свердлове Без Дарвина не до порога Товарищи, я вспоминаю, как лет это столько будет Да почти четверть столетия назад в адельской тюрьме Я впервые взял в руки Дарвина происхождение руки видов и половой отбор И живо помню то колоссальное потрясение, которое я испытал Читая эти книги, не помню В общем, происхождение видов или в половом отборе В общем, Дарвин изображает Но это мы сейчас знаем, где это, так сказать В общем-то, это, конечно, в происхождении видов Дарвин изображает развитие пера Не то павлина, не то какого-то другого нарядного птичьего самца Показывая, как, в общем-то, незаменимые цвета эти уклонения Сложный наряд возникает Должен сказать, что только в тот момент Прикоснувшись теоретическим восприятием хвосту этого павлина Прикоснулся теоретически хвосту этого павлина То есть Лев Давыдович Троцкий прикоснулся В общем-то, имя другое, конечно, как вы знаете В общем, прикоснулся теоретически хвосту павлина в Дарвиновском Я почувствовал себя, как следующим атеистом почувствовал В общем, ибо если природа может такую тончайшую, великолепную Сробить работу слепыми методами То зачем мне вмешательство посторонних сил Вообще, Лев Давыдович Троцкий писал Когда я потом, несколько месяцев спустя Прочитал автобиографию великого Дарвина Где это очень твердо врезалось в память Я помню это, вот пишет и от Троцкий Есть примерно такая фраза Хотя я Дарвина отказался от библейской теории творения Но веру в Бога сохранил неизменно В общем, прочитал Троцкий и опешил, говорится Или опешил В общем, не за себя за Дарвина опешил И за сейчас не знаю Была ли у старика одного из гениальнейших в истории человечества Старика, а у стариков вообще мало Но у гениальных еще меньше У этого гениального старика условная ложь Дипломатическое преклонение перед лицемерчим Общественным мнением английской буржуазии Либо это впрямь в его собственном мозгу Осталось непроработанной дарвинизмом Какие-то нервные клетки Куда в детстве его готовили в священники Была вселенная религиозная вера Этот психологический вопрос Я, товарищи, решать не берусь Но не все ли равно? Не все равно! Не все равно! Восклицает Троцкий на страницах своей Это из-за проблемы культуры В главе 4-й дарвинизм и марксизм Если Чарльз Дарвин по собственному словам Сохранил веру в Бога То дарвинизм, в ответственности, с верой в Бога Не будет мириться никогда В общем, марксизм и дарвинизм Ура! Да здравствует марксизм И никакой вывод мы можем сделать Культура, дорогие друзья Человек и культура Культура порождения человека социума В мире животных этого понятия не существует Зверями управляет инстинкт Человек управляет морально-растные ценности В этом его главное отличие от зверя Задача нашего и вашего И будущего поколения состоит в том Чтобы эти рычаги, управляющие сознанием Работали правильно Иначе человек рискует превратиться в животное Это же сказал не я, дорогие друзья Это я нашел в интернете, дорогие друзья Всего доброго! До свидания! Александр Белов